Появилась такая новость, и лучшего комментатора по этой новости мне однозначно не найти. Я сделал свои выводы определенные, записал видео на эту тему, но, мне кажется, при вашей осведомленности, при вашем опыте, в любом случае вы что-то новое сейчас расскажете мне и всем зрителям канала «Злой эколог». Случилось событие, когда Папа Римский, то есть Римская Католическая Церковь, объединила Ротшильдов, Рокфеллеров, Виза, Мастеркард, Джонсон и Джонсон и так далее и тому подобное. В общей сложности они аккумулировали капиталы 10 триллионов долларов. Если на минуточку бюджет Российской Федерации годовой, он даже одного триллиона до одного триллиона долларов не дотягивает. Я сейчас точно не помню цифры, но меньше значительно. И вот эти ребята, они хотят внедрить в жизнь, как правильно слово-то, господи, так я не переду, инклюзивный капитализм. Я сделал для себя вывод такой, что это очередной такой, как Римский клуб, Бильдербергский клуб и так далее и тому подобное. То есть это очередная структура, которая опять будет диктовать свои условия, которая опять будет разрабатывать для нас какие-то планы, которые будет осуществлять, так как у них громадный ресурс, сколько-то миллионов человек у них находится в подчинении, как они сказали. И что самое интересное, никакие средства массовой информации ни по центральным каналам, ни где-то там блогеры, никто это не обсуждает. Хотя однозначно пройдет какое-то время, и как вот были там учения по коронавирусу. Клуб Рокфеллера, если я не ошибаюсь, там какой-то проводил. И также они сейчас будут что-то такое делать, что-то такое планировать, что будет отражаться на нашей жизни. Вот как сейчас с коронавирусом перетряхнули весь мир, всю планету. И также эти ребята запросто могут что-то такое сделать. Что вы об этом слышали, Олег? Что можете сказать, как прокомментировать эту ситуацию? Ну, к сожалению, здесь не отделаешься короткими фразами и коротким комментарием. Поэтому придется нам развернуть эту тему. Поэтому если коротко дать такой логлайн и резюме, то, конечно, этот фасад, который мы сейчас наблюдаем, и который анонсирован, и который вы сейчас так чудесно изложили, то он не соответствует изнанке, само собой. То есть это абсолютно разные вещи. Так же, как, например, большинство понятий с 80-х, 90-х лет, если они говорят, что это красное, то это будет даже не черное, это будет даже не белое, это будет просто мокрое. То есть фасад не соответствует начинке. Никакие названия не соответствуют начинке. То же самое, если мы говорим про Ватикан, мы говорим там, например, есть такая организация, называется Институт религиозных дел. Но это банк Ватикана. То есть у него название такое, которое не соответствует начинке. И поэтому везде, где участвует Ватикан, чаще всего названия вот такие. И везде, где вот американцы, даже за кулисей американская, но более такое попроще в плане символизма, в плане манипулирования терминами. И поэтому, если, скажем, от американцев идет какой-то посыл, то он более такой простой, более удобоваримый. Его можно больше увидеть вот за этой изнанкой, вернее, за этим фасадом увидеть изнанку проще. Когда посыл идет от европейских кукловодов и еще к тому же от Ватикана, то надо просто этот фасад игнорировать и все. Игнорировать то, что они сказали, инклюзивный капитализм и все остальное. Иначе вы не увидите за деревьями леса. Значит, о чем идет речь? Все эти люди, они прекрасно понимают, что капитализма как такового нет. Он уже почил в БОЗе с 90-х лет. Мы не живем в капитализме. Точно так же, как и либерализма нет. Точно так же, как и демократии нет. Вместо демократии мы имеем ахлократию. То есть у нас все выборщики – это люди, которые неквалифицированы. И таким образом, голос семьянина ответственного, добросовестного наголуплательщика, он равен голосу бомжа. Поэтому в такой ситуации возникает ахлократическое представительство. А это ахлократическое представительство неизбежно попадает под власть теневого олигархата. И такая традиция тянется еще из Флоренции 16 века. Вот эта тема, по которой я как раз специалист. То есть демократия заменена ахлократией. Также вот и капитализм, понятие капитализма, оно заменено другим. То есть вот этим словом обозначается совсем другое. И третье, вот такое же понятие – либерализм. А тут тоже ведь это… Вот мы под либералами, мы понимаем каких-то просто людей, сторонников диктатуры на самом деле. Диктатуры финансовые, диктатуры вот этого альтернативного здравого смысла, так скажем, или антиздравого смысла. И когда мы начинаем громить либералов, мы забываем, что слово либерал, вообще-то оно… Вот вы либерал, и я либерал. Потому что мы не можем себя назвать либералами, потому что нас неверно поймут. И это даже опасно для здоровья, если начать это говорить в каком-нибудь обществе, где вам могут, в принципе, неправильно понять. Так вот точно так же и капитализм. Капитализм – это какой-то жупел, это не совершенно понятие, которое не соответствует действительности. Действительно, Карл Маркс и капитализм – это было на определенном участке истории. Его выведены вот эти вот формулы о том, что там прибавочная стоимость, классическое понимание капитализма, соответствие цены и стоимости. Вот это все, вот это работало, да. Но это был 19 век, начало 20 века. Но сейчас это не работает, потому что мы не хотим никого… Буржуй не хочет никого эксплуатировать. Буржуй хочет капитализацию надувать и хочет использовать роботов, ну, если такая возможность есть. А еще лучше вообще в программном мире, в виртуальном зарабатывать бабло и как бы и на этом остановиться. То есть никого он эксплуатировать не желает. Вот Карл Маркс, его теория была верна настолько же, насколько вот на кривой поверхности, на определенном участке прямая, ну, вот мы договоримся, что прямая, она соответствует вот этой дуге, потому что эта дуга не видно, как она изгибается, потому что участок очень узкий. Вот примерно в этом же участке было верно и учение Карла Маркса. Но с тех пор мы ушли вперед, и поэтому такое понятие, как капитализм, оно вообще взятое, скажем, из Карла Маркса, это вообще какой-то жупел. Я не знаю, это как все равно, что про фараона поговорить, не более того. Так вот, вот так оговорившись, мы теперь смотрим на все свежим взглядом. Как вот у нас что происходит? Капитализма нет, а есть баблономика. Вот что такое баблономика? Баблономика функционирует следующим образом. Когда вы, Сергей, или я, у нас есть какое-то дело, у нас есть гарантия, и мы приходим в банк и говорим, вот у меня такая идея, и вот есть гарантия, что я верну вам кредит. И тогда банк, эти упыри, они нам посмотрят, что у нас можно забрать, и сможем ли мы наш проект действительно существовать, и они нам дают деньги. Но эти деньги они берут где? Это не деньги вкладчиков. Деньги вкладчиков, которые у них есть, это всего лишь маленькая часть, конкретно десятая часть или там двадцатая часть, которую они используют как просто взнос в Центробанк, там на определенных инструментах. А деньги, которые они вам дают, это деньги вновь нарисованные, это деньги только что сделанные, созданные, для вас специально. То есть вам сужают, для вас это на реальные деньги, потому что вы за них будете отвечать, вы на них будете работать потом и кровью. А те, кто вам ее дал, эти бабло, вот этот бабло, он за него не отвечает просто, он нарисовал, нарисовал его для вас, понимаете, он ничего не вложил туда. Вот так работает баблономика. Это называется приличным словом судный процент. Но это судный процент, еще раз, это обманка, это неправильно. Мы живем в результате гопстопа. Более того, вернее, в парадигме гопстопа, более того, вот эта западная, так сказать, система налоговая, она так выстроена, что если вы начнете свой капитал оборачивать, то есть вы из дуру начнете быть капиталистом, как об этом говорил Карл Маркс, вы разоритесь на третий год. Просто налоговая система так выстроена, что таких дебилов, которые оборачивают собственный капитал, просто не должно быть. А их просто нужно съесть немедленно. Их съедают моментально, вот там в течение трех лет. Таким образом, вот те, кто собрался там, вот с этими десятью триллионами, они прекрасно понимают, а, что капитализма нет, есть баблономика, б, что все это игра, что все это надувательство, и в, чего они, собственно, хотят. Вот наш вопрос. Вот это главный вопрос, да, через чего они хотят. Но прежде чем мы на в, я извини, я попросил прощения за пространный комментарий, потому что мы не можем перейти сразу к в, потому что не выяснив а и б, и поскольку у вас просто не совпадет, речь, моя речь не будет понята никем, поскольку нужно сначала договориться о понятиях, я все-таки ученый, и сначала мы договариваемся о понятиях. И вот мы договорились об этих понятиях, и теперь мы ведем об этом, чего они хотят. Они на настоящий момент, вот это закулисье, которое представлено теми или иными видимыми институтами, ну, то есть вот видимый институт, это, скажем, президенты, это правительство, это руководители больших крупных корпораций, это какие-то люди, которые на виду, которые могут вам дать интервью, или которые могут просто перед СМИ выступить, это видимая часть. Это всего лишь фасад, как мы говорим, закулисье. Так вот в этом закулисье, что там внутри, в оккультной власти, что там творится? Сейчас они переживают тот же самый эффект, как переживал там бункер Гитлера в 45-м году в апреле. То есть понятно, что все, конец, но он наступил. Конец в чем заключается? Этот конец заключается в том, что они безоговорочно проиграли все Китаю полностью. Полностью. То есть последнее у Ротшильдов, и какая-то мысль была у других людей, у самих у Ротшильдов, было заблуждение, что они контролируют Китай через Гонконг. И поэтому вот так долго были вот эти вот беспорядки в Гонконге, которые мы в прошлом году наблюдали, потому что Ротшильды никак поверить не могли, что они уже для Китая никто. Но эти беспорядки кончились ничем, и Китай установил свой контроль даже и в Гонконге, то есть перевел. Если люди думают, что глобалисты, в прошлом глобалисты, что глобалисты как бы контролируют глобальную экономику, и через эту глобальную экономику, через рынки контролируют Китай, то, уверяю вас, это тоже неправда. Потому что если вы посмотрите интерактивную карту торговли китайской со всем миром, и посмотрите просто, в каком состоянии у них обстоят сейчас дела, им не нужен ни один рынок, даже и один из Соединенных Штатов Америки, они уже могут без него обойтись. Для потери рынка Соединенных Штатов Америки для них не смертельно. У них просто весь этот мир, он просто, вот интерактивная карта показывает, что там он весь красный. То есть везде, во всех странах, превалирует торговля с Китаем над торговлей США или Европой. Вот просто вот такой результат. такой результат.